Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим секцию Spotlight on Russia 2 нашего замечательного учебника Spotlight 7, посвященную Антону Павловичу Чехову. Хорошим способом узнать о культуре другой страны это прочитать работы ее величайших авторов. Большинство из нас могут прочитать такие работы только благодаря литературному переводу, который является трудным делом. На этой странице вы можете прочитать отрывок из перевода на английский язык рассказа Антона Павловича Чехова «Злоумышленник». По литературе вы должны были уже его изучать, поэтому вам подсказка. Если вам вдруг потребуется литературный перевод текста, вы его сможете найти в учебнике по литературе. Ну и в книге Антона Павловича Чехова, естественно. Литературный перевод это та вещь, которая позволяет всем людям мира, говорящим на разных языках, познакомиться с работами различных авторов из различных стран. И мы знаем, что русские авторы, такие как Чехов, Достоевский, Пушкин, оказали и оказывают огромное влияние, в том числе и на мировую культуру. Но чтобы, например, англичанин или француз мог прочитать их произведения, конечно же, их нужно переводить. Если же, конечно, англичанин или француз не решит учить русский язык, как мы с вами, например, решили учить английский, чтобы иметь возможность в оригинале почитать работы англоговорящих авторов. У них все то же самое, поверьте. Литературный перевод это очень большой труд, сравнимый по своей сложности с написанием самой книги, а может быть даже еще сложнее. Потому что когда ты пишешь свою книгу, то ты выражаешь свои мысли. А при переводе тебе нужно выразить чужие мысли так, чтобы их поняли люди с другой культурой, говорящие на другом языке. Это действительно великий труд. And Spotlight on Russia presents Chekov. And let us read and listen to the extract of the story. Let's begin. A very thin, small peasant, dressed in a rough striped shirt and patched trousers, stands before the investigating magistrate. His face is covered with hair and scarred from smallpox, and his eyes can just be seen under his thick, heavy eyebrows. The hair on his head is long and tangled. He wears no shoes and he looks miserable and depressed. Денис Григорьев. The magistrate begins. Come nearer and answer my questions. On the 7th of July the railway watchman, Ivan Semyanovich Akinfov, found you unscrewing one of the nuts that fixed the rails. Was this so? What? Is this true? To be sure, it is true. Very good, well, what were you unscrewing the nut for? What? Stop saying what and answer the question, what were you unscrewing the nut for? The nut. We make weights out of those nuts for our fishing lines. Who is we? We, people, the Klamovil peasants, that is. Listen, my man, don't play the idiot with me, but speak sensibly. It's no use telling lies here. You must understand that the nut holds the rails to the sleepers. We understand that. We don't unscrew them all. We leave some. We don't do it thoughtlessly. We understand. Last year the train went off the rails here. Says the magistrate. Now I see why. What do you say, your honor? I am telling you that now I see why the train went off the rails last year. I understand. Сюжет-отрывка достаточно прост. Peasant. Крестьянин. Соответственно, одетый. Предстал перед судьей. Magistrate. Это судья. И ведется допрос. Чтобы представить крестьянина, нам потребуется слово miserable. Miserable. Мисерабл это жалкий. He looks miserable and depressed. Он выглядит жалко и подавленно. Дальше идет расспрос. Мы понимаем, что суть дела в том, что его застали, что он откручивал нац, гайки, которые держат рельсы на шпалах. Зачем он это делал? Мы видим вот это вот. What? Которое в русском языке звучит как чего? А гайки он откручивал для того, чтобы делать грузило для рыбалки. В оригинальном тексте это так. Мы из гаек грузило делаем. Кто это мы? Мы народ. Крестьяне села Климово. Судья не верит. Говорит, что крестьяне он лжет, потому что он должен понимать, что гайки держат рельсы на шпалах. Потому что когда идет поезд, идет сильная вибрация. Если гаек не будет, ну просто рельсы раскачаются и поезд сойдет с рельс. Крестьяне же отвечают, что да, мы это понимаем, мы же все не откручиваем, какие-то оставляем. Мы же не бездумно это делаем, не без ума делаем, как в оригинальном тексте. Мы все понимаем. И судья говорит, что в прошлом году поезд сошел с рельс, теперь он видит почему. Ну или же понимает почему. Крестьянин в своей манере обычной переспрашивает. Судья ему говорит, что он понимает, почему поезд сошел с рельс. I understand, то есть я понимаю, тут обыгрывается именно вот это вот слово. Мы видим его здесь. We understand, we understand. И судья тоже переходит, так сказать, на язык крестьянина в каком-то смысле и говорит, да, я тоже понимаю, почему сошел поезд с рельс. Потому что гайки откручивались, чего делать, естественно, нельзя. И вот произошло такое неприятное событие. Что вы думаете о чтении Чехова на английском языке? Как оно вам понравилось? Хотели бы вы почитать произведения других русских авторов на английском языке? And you are to discuss it. Вам нужно это обсудить. And let me give you an example of such a discussion and show you how it could be done. Let us listen to it and read it. Hi Dima, what are you reading? Oh hi. It's a short extract from a story written by Anton Chekhov. Oh, why are you reading that? It's in English and I find it interesting to see how it is translated. I guess I never thought about how a book might be different in another language. I just thought it would be exactly the same. No, not always. Every language has its own idioms and short phrases that mean something different, so some things have to be written in a different way. That's very interesting. I guess I will have to try reading something in English to see exactly what you mean. Yes, you should. It helps you see the story or book in an entirely new way. Здесь как раз ребята обсуждают тот самый момент, что те слова и фразы, которые в нашем языке означают одно, могут в языке, на который переводится произведение, означать совсем другое. И нужно как раз вот этим всем заниматься подбором. Мы видим тут совпадение see и understand. И иногда приходится целые выстраивать конструкции, чтобы обыграть то значение, которое автор имел в виду. Действительно очень интересно. Попробуйте найти, например, переводы Самуила Яковлевича Маршака. Он много переводил поэзии и сказок, и прозы. И почитайте оригинал, и перевод. Вы увидите, что там все действительно очень интересно. And activity task. Have you ever tried to translate an English story or poem into Russian? Send your work to us at www.spotlightonrussia.eu Приходилось ли вам когда-нибудь переводить английскую какую-то историю или поэму на русский язык? Пробовали вы себя в качестве переводчика? Пришлите свою работу нам на Spotlight on Russia. Если же вы пробовали переводить, но вам это показалось сложным, вы можете поделиться своим опытом и рассказать о том, как это было. And let me give you another example of how it should be done. Let us listen to it and read it. I once tried to translate a poem I wrote into English. It was very difficult, though, because I couldn't find the right English word to mean the same thing as the Russian word. Many times I had to use three or four words to say the same thing. It was a lot of work. Здесь наш VoiceBot рассказывает о том, как он пытался перевести стихотворение, которое он написал на английский язык. И это показалось ему чрезвычайно сложным, потому что он не мог найти правильное английское слово, которое значило бы то же самое, что и русское слово в его стихотворении. Очень часто ему приходилось перебирать три или четыре слова для того, чтобы передать то же самое значение. Это была огромная работа, о чем мы, собственно, говорили весь наш обзор. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon. And bye-bye. Bye-bye.